Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря долгожданное заседание американского регулятора. Мы ждем решения по ставке 18.00 по GMT. Через полчаса после этого состоится традиционная пресс-конференция главы американского регулятора Джерома Пауэлла. И конечно же это событие станет основным источником волатильности не только текущей торговой сессии, но полагаю, что эта волатильность сохранится вплоть до конца этой недели. Заранее обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, за теми плечами, которые вы используете. Риск-менеджмент это то, что прежде всего на вас, друзья. Вы можете прислушиваться к точкам зрения касательно фундаментального анализа, касательно технического анализа, но соблюдать правила риск-менеджмента это первоочередная установка, которая должна применяться вами при трейдинге на финансовых рынках. Помимо данных по решению поставки и соответственно помимо пресс-конференции, сегодня в качестве прелюдии дня у нас будет еще блок статистики из Англии. Это темпы экономического роста английской экономики и динамика промышленного производства. Фактически очень скоро выйдет этот релиз, через час небольшим, 6.00 по GMT. Фунт нас интересует, фунт нас не разочаровывает в последние недели. Сейчас пара фунт-доллар находится на локальных максимумах 1.26.12. Я, будучи оптимистом, жду еще одну порцию сильных отчетов, следом за сильным рынком труда, который я по цифрам отчитался, собственно, день назад. Данные в соответствии с нашими ожиданиями повысили вероятность того, что Банк Англии на заседании 22 июня тоже проявит решительность и снова повысит ключевую процентную ставку. Ну ладно, давайте по порядку. Индекс доллара 102.84. Я бы не сказал, что очень сильно изменилась ситуация с момента нашего вчерашнего обсуждения ситуации на рынке. Но доллар явно остается под давлением. Мы смотрим снова на инструмент FedWatch, который оценивает вероятность повышения процентной ставки фактически за несколько часов до того, как ФРС примет решение по этой ставке. Вероятность повышения составляет 3,5%. Я не оговорился, друзья. Вчера мы видели планку примерно 20%, с небольших сейчас 3,5%. Ну понятно, что после вчерашних данных по инфляции вероятность повышения ставки точно должна была снизиться. Я ожидал куда более скромного снижения, но есть то, что есть. 3,5% это значит, что ставку не повысит. Надеюсь, что вы все, друзья, уже приняли к сведению тот факт, что ужесточение монетарной политики в текущих условиях мало вероятно. Мы сейчас не будем судить будущее действия Федрезерва, скажем, на июльском заседании. Придет время и поговорим о июльском заседании. Мы сейчас готовимся к июньскому, к фактическому решению сегодняшнего дня. И в текущих условиях, конечно же, ставка останется на прежнем уровне 5,25%. Я предлагаю еще раз вспомнить бэкграунд новостной последних недель. Это отчеты АСМ производственного сектора, сферу слуха, первичные заявки на пособие по безработице, рост уровня безработицы. Это достаточный фундамент, чтобы ФРС пока что не торопился и рассмотрел возможность паузы в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Ну и, соответственно, после вчерашних данных по инфляции, индекс потребительских цен в годовом выражении снизился с 4,9% до 4%. Прогноз был снижение до 4,1%. То есть, фактически цифры оказались еще ниже. Базовая инфляция тоже снизилась с 5,3% до 5,3%. Поэтому, раз индекс потребительских цен и без того постепенно приближается к целевому значению в 2%, зачем тогда Федрезерву создавать дополнительные сложности для экономики в виде более высокой ставки заимствования средства? Это основная теория, основной, наверное, вердикт, который сейчас можно вынести в плане каких-то логических умозаключений. И в этом случае отсутствие сегодня решения по росту процентной ставки, но лично я рассматриваю как триггер для дальнейшего снижения курса американского доллара. Да, можно сказать, что если рынок сам не верит в повышение процентной ставки, значит, частично уже все заложено в котировках доллара. Но помимо того, что сегодня не будет решения о росте процентной ставки, я все-таки еще рассчитываю на мягкую риторику Джерома Паула на пресс-конференции, где он может просигнализировать о возможном завершении, прошу прощения, окончательном завершении текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Если такой комментарий будет сделан, то, соответственно, американская валюта пойдет еще ниже. Золото 1949 долларов за тройскую унцию. Я по-прежнему пытаюсь найти самую оптимальную точку, хотя понимаю, что это маловероятно с учетом того, как меняются настроения в рамках даже одного дня. Я не припомню последний раз, когда толпа так часто переворачивалась. Сейчас снова 70% трейдеров в покупках, и можно предположить, что рынок драгоценных металлов, в частности золото, пойдет на обновление локальных минимумов. Но с учетом того, что было сказано про доллары, то, что слабость американского доллара, снижение доходности трежериса должно оказать поддержку золота, я не могу, собственно, поставить на шорт этого инструмента рынка драгоценных металлов. Поэтому, друзья, буду сегодня стараться поймать золото на возможном каком-то импульсном рывке вниз, примерно с отметки 1920 долларов за тройскую унцию. Туда поставлю отложку, байлимит, оттуда буду пытаться выкупить этот инструмент. Рынок нефти 74,37 долларов за баррель. В последние две недели на рынке обсуждают якобы кулуарные переговоры между США и Ираном о возможности возвращения к ядерной сделке, что, конечно же, если дальше развивать эту тему, приведет к снятию санкций и позволит иранским производителям вернуться на мировой рынок нефти. Но вот до сих пор фактически подтверждение не последовало то, что есть какой-то серьезный прорыв, либо предварительное соглашение. И последние новости о том, что максимум, что есть, это какой-то прогресс в переговорах. Мы так часто это слышали, друзья, за последние несколько лет, что уже даже не верим и не воспринимаем всерьез наличие слова прогресса в каком-то конструктивном продвижении в тех переговорах и в том диалоге, который осуществляется уже много лет. Поэтому я бы не рассчитывал на скорое возвращение дешевой иранской нефти на мировой рынок. Она не сможет компенсировать и объемы производства, которые выпадают за счет решения стран ОПЕК, плюс сократить объем нефтедобычи. Поэтому мы остаемся с тем, чем были раньше. Рынок постепенно приближается к состоянию дефицитности предложения. И я рассчитываю, что бренд WTI с этим продолжит постепенное восстановление. И в частности бренд выйдет выше 80 долларов за баррель. Британская валюта 1.26.12. Эндрю Белли на пресс-конференции вчера дал понять, что недооценил рост инфляции. Считает, что ее не удастся вдвое сократить в рамках этого года. И вообще на достижение цели по индексу потребительских цен 2% понадобится куда больше времени. Поэтому будем рассчитывать на то, что это означает, что Банк Англии станет активнее бороться с высокой инфляцией, более жесткой монетарной политикой. Также на стороне покупателей фунта еще сильная статистика по рынку труда. Уровень безработицы снизился с 3,9% до 3,8%. Заработные платы выросли со 6,8% до 7,2%. Это значит, что они снова будут влиять на рост инфляции. Поэтому, друзья, ждем 1,27% и уже ориентируемся на долгосрочную цель 1,28%. Евро пока не трогаем. Завтра заседание Европейского Центрального Банка. Утром, соответственно, поговорим. И пара Австралии спустив доллара. Я предлагаю поставить тек-профит на отметку 0,68%. Текущей котировки 0,6773. И уже сфокусируется на тех идеях, которые я озвучил ранее. После заседания Федрезерва еще раз объективно посмотрим на то, что на рынке происходит. И будем добавлять дальше дополнительные инструменты в наш портфель. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.